Ко всем присутствующим и тем, кто потом в записи будет смотреть тоже на видео. Ко всем это слово. Слово примирения. То, что сегодня будет происходить в таинствах хлебопреломления, причастия, по сути, это есть вещественное доказательство, это есть вещественное проявление вот этого служения примирения. Настоящего примирения. Потому что мы, принимая хлеб, поднимая чаши, эти бокалы, с кровью Христа, мы говорим, да, тело Христа, мы говорим, кровь Христа, плод виноградной лозы, хлеб из земли. И мы благоставляем Бога, благодарим Его и говорим, это есть примирение наше. Бог во Христе примирился с нами. Я об этом часто размышляю, и последние эти месяцы часто размышляю, совершая хлебопреломление здесь, в Киеве. Да, знаете, вот, да, уже два месяца уже в Киеве. И преломляю хлеб каждый день, бывает, не раз в день. Порой это в борьбе, порой это просто в радости, в покое. Но я, преломляя хлеб каждый раз, говорю так, что Бог во Христе примирил с собой весь мир. Он примирился с нами. И теперь наше дело примириться с Ним, примириться с Ним кровью Его и телом Его святыми. По сути, это есть причастие, знаете, тоже вот из рассказов наших капелланов, священников. Один из наших священников был на блокпосту, но это еще в том году, тоже, значит, между обстрелами, такими перестрелками. И он, там не было своей машины капелланской, а просто подсел к офицерам, которые ездили от одного поста к другому посту. Значит, и на каждом посту было времени немного, там, минут 15-20, ну, по-разному. Ему говорили сразу, сколько у вас, батюшка, у вас времени есть. А потом срочно в машину садимся и едем дальше. То есть там все очень так, ну, у них строго по расписанию. Это военные люди. Это я там художник, я там могу так, плюс-минус час бывает всякое. Вот, значит, а то я вообще забуду, бывает, творческий человек. Вот, да, значит, а у военных, вот как вот Генрадий Макарович Валуев, пастор церкви Филадельфии, он генерал вообще, он настоящий генерал, в отставке, правда. Вот, значит, но пастор, но генерал, хотя и пастор. Интересно, и он иногда на праздники выходит в своей форме генеральской, вот, там даже неверующие смирно стоят, как бы там, да, там, как бы, генерал, не пошутишь. Вот, а он хотя и пастор, но генерал. Вот, и знаете, и у Геннадия Макаровича я учился пунктуальности, учился, знаете ли, вот, точности. Вот, слава Богу за его школу хорошую, пример очень хороший. Да, спасибо Боже за все. Знаете, сейчас даже вот молитва, я думаю, это было от Бога, вот, действительно, сейчас вот, просто перерыв такой сейчас наступил. Прямо сейчас, вот, мы молились, да, и призвучал призыв к молитве, и прямо сейчас, там, в этих испытаниях, Бог касается кого-то из этих ребят. Вот, вот, точно касается, особенно касается их костей. Вот, я не знаю, но прямо сейчас касается их костей, которые, вот, ну, не поддаются уже, как бы, значит, ну, жизни, будем так говорить, подлежа компутации. А Бог сохраняет их конечности прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Аминь. И вот, знаете, тот капеллан, наш отец Павел рассказывал, и вот у него было мало времени, и там было, сколько, 10 человек, этих ребят, вышло, молодые пацаны совсем, вот, значит, и, знаете, он им сказал слово, да, и у него собопричастие, вот, ребята, вот, сейчас поморимся, причастимся, а один из них, он стал так вот, ну, умничать солдат. И говорит, батюшка, извините, но я атеист, вот, как бы, я вот, и, я и на войне решил остаться атеистом. Он говорит, ну, хорошо, мил человек, ну, как бы, насилие, мил, не будешь, вот, не хочешь, ну, просто постой с нами здесь, посмотри, как мы здесь будем причащаться. Ну, хорошо. Вот, все остальные там ребята, эти 9 хлопцев, они, значит, да, помолились там, значит, причастились, вот, и офицеры как раз говорят, батюшка, срочно, все, давайте, быстренько, вот, значит, война. Значит, они едут дальше, на другую блокпост, а потом проходит время некоторое, они уже объехали территорию какую-то, и им звонят с того вот поста, где вот был солдатик-атеист. И, оказывается, такое происшествие у них там произошло, оказывается, когда они вот уже были на других территориях, территория блокпоста накрыла этими градами, короче. Вот, и там все было изуродовано, все было разбито, значит, живого места не было. То есть, шансов этим пацанам выжить было, ну, ноль, практически. Если кто-то и выжил бы, то только лишь, ну, уже изуродованный человек был бы. Но вся земля изрыта. Они потом заезжали туда, смотрели все это, на самом деле, живого места нет на том месте. То есть, накрыло по-серьезному. Но самое удивительное, все 10 человек целы. И не просто целы, никто из них серьезно не ранен. Там ушибы, ссадины, там царапины, это не считается вообще, это так просто. Притом, упали они кто где мог, кто-то, не было времени там ничего, даже если они укрылись бы. А когда грады накрывают эту территорию, то там, как бы, ну, бесполезно все. Фактически все, и залыто будет, и все уничтожено. Вот, и когда отец Павел снова был на той территории, значит, этого уже изуродового поста, значит, представляете, значит, тот солдатик-атеист, он плачет, там, молится с ними вместе. Вот, и говорит, я вот все, я вот верующий, я знаю, что это Бог точно, но точно Бог сохранил. Как Ефтушенко писал еще, в окопах атеистов нет. Знаете, вот, в окопах атеистов нет. Як тревога, украйне говоря, да? Як тревога, так да Бога. Вот так вот, так что. И много других было свидетельств. Но самое сильное для меня свидетельство, это свидетельство покаяния и молитвы. Свидетельство обращения, свидетельство примирения. Там тот же сам отец Павел рассказывал, когда в основном ребята все слушают хорошо, и офицеры многие слушают хорошо, о Христе принимают. Но есть противящиеся всякие люди. И вот, особенно из тех, кто уже где-то воевал, уже где-то кровь проливал, и сам проливал кровь свою, и чужую. И вот среди таких есть люди многие гордые, которые не хотят смиряться пред Богом. И представляете, подошел к ним один человек, он там, не знаю, в каком чине там. И он стал, ну как бы так, священника как бы, ну как, не нужно позволить, но так, стыдить. И всякие такие шуточки такие, нехорошие такие шуточки такие, явно. Вот, значит, и другие ребята говорят, ну, как бы угомонись, хватит, значит. А тот бывал из развед этой роты, значит, и он там воевал где-то, и такой огромный такой, сам по себе, значит, там, больше двух метров роста, там, значит, там, у него вот рука, что у меня голова, вот, отец Павел, вот. То есть, ну, как бы, вот, как бы, и, как бы, вот, и я, вот, столько воевал, значит, и, вот, без Бога и нормально. И самое интересное, представляете, это было уже под вечер. Вот, ну, как бы, отец Павел потом, говорит, к себе в палатку, там, значит, там, и, говорит, ну, я помолюсь уже, там, на ночь, уже, говорит, ну, Господь, ну, вот, вот, все хорошо сегодня было, ну, вот, 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 случай вот с тем амбалом, говорит, ну, у меня он просто, ну, вот, я не знаю, ну, я, конечно, христианинопрощаю его, ну, ну, как-нибудь, ну, докажи ему хоть, ну, что, ты есть, говорю, вообще, ну, благослови ему как-то. И, представляете, утром отец Павел там пока умылись, все так, значит, и, видят, этот как раз идет, этот огромный, значит, с разведру вот этой, и к нему в ноги, бух, батюшка, прости меня, говорит, вообще. Типа, что-то такое говорит, прости меня, значит, все, каюсь. А Павел тогда, священник, он так, а что случилось, ну, как бы, он не знает, ну, просто, одна ночь только прошла, только, уже утром он уже кается, просит прощения. И он рассказывает, оказывается, этой ночью у них была какая-то вылазка, они куда-то там, значит, ходили, вот эти вот, ну, спецподразделения. И, представляете, в него стрелял снайпер, значит, и он показывает весь док, что Бог живой, что Бог есть на самом деле. Ухо свое вот так вот отопыривает и показывает ему. Значит, у него, есть уши у людей некоторые такие вот, да, как у чубарошка, торчащие такие, есть такие вот, у него обычные уши такие вот, ну, как бы вот такие вот, ну, как у большинства. Нормальные. Нормальные, да. Вот, но, представляете, значит, в него стрелял снайпер. Вот, значит, при том, значит, судя по отверстию, значит, это был калибр, ну, это было, ну, антиснайперское, короче, это, ну, от его головы должно остаться ничего, то есть, ну, просто, как бы, одна шея, и все. В таких случаях, когда попадает в голову вот такой патрон, то есть, головы нету просто-напросто, и там фрагменты только головы остаются на территории поближайшей. И, значит, и ему попадает пуля эта в ухо, у него дыра, дырение на этой мухе, значит, попадает в ухо, вылетает отсюда, получается, пролетает сквозь голову как-то, я не знаю, потому что по траектории-то улетает. То есть, ну, представляете, попадает в него в голову, но голова не взрывается, голова цела, пуля как-то она либо исчезла, либо пролетела, не знаю, что. Короче, но в ухе осталось вот это вот дырение, чтобы подтвердить, что на самом деле это была, ну, пуля снайперская. Ночью в него стрелял снайпер, представляете? И, значит, и он, когда уже вернулся, он сразу, это Бог, его голову сохранил вообще, его жизнь сохранил. Вот, и он к отцу палубу, короче, каюсь, все, там, значит, там, исповедовался. И такой, самый там огромный, значит, в этом батальоне, самый такой кроткий, как ягненочек, сидит там возле него, батюшки, значит, вот точно Бог вот есть, Бог живой, принимает причастие со всеми хлопцами, там, значит, уже не гордится, смиряется, брат, слава Богу, да. И тоже Павел и еще отец Владимир рассказывали там свидетельства, когда они потом, они принимали, ну, будем так говорить, были среди тех, кто видели тех пленных, которые были в плену, ДНР, ЛНР, значит, в этих, ну, у террористов плену. И этих военных, солдат некоторых, их передавали. Вот, они вначале были сопровождением вот этих террористов, которых передавали туда, на ту территорию, а потом принимали украинских солдат уже. И священники эти видели, вот, и тех, и тех, которые с украинской территории военными украинскими были переданы туда, ДНР, значит, там, они все были, ну, обычно нормальные, как бы, пленные, как бы, там, ну, сытые, довольные, все хорошо, вот. Но когда они увидели потом, увидели тех лобцев, которых передали оттуда, знаете ли, там, священники оба говорили, мы просто, ну, старались просто не разрыдаться, просто не плакать. Во-первых, ребята были все кастрированы фактически, значит, во-вторых, значит, там, они были изуродованы так, что, ну, двое из них потом повесились, значит, к сожалению, значит, не выдержали, вот, всего этого стресса. Вот, их кастрировали прямо вот как раз перед выдачей, как раз получается, вот, украинской стороне. И потом один из них рассказывал о тех пытках, которым их подвергали, вот, это просто гестапо, это просто ужасы были. Вот, дистрофия была у солдат, значит, у этих, значит, там, их не кормили, не поили, значит, ну, их хмалили просто. Страшные вещи. И, знаете, и самое удивительное, что я слышал, что вот эти люди, пережившие плен такой, ужасы такие, пытки нечеловеческие, потом вместе вот с священником нашим, ну, с двумя священниками, они молились, ну, уже прошло некоторое время, конечно, не сразу-то было, прошло некоторое время, они молились, там, какое-то время прошло, молились и говорили даже такие слова, что мы прощаем вот тех наших убийц, вот, и кто и калечил нас, издевался, и молились, и плакали, и молились. И, знаете, я когда слушал их рассказ, но я не помню всех там подробностей, или когда там, допустим, тоже там на поле, они доставали потом документы, с мертвых тел хоронили, тела, значит, там, какие могли похоронить, какие были более-менее целы, там, не целы, вот, смотрели. И, знаете, лежит один солдатик, ну, десантник, россиянин, там, потом у него документы нашли, значит, там, ну, как бы, российский документ, вот, глаза, как, голубые-голубые, такие, прям, удивительно, даже, ну, как бы, даже, как бы, так вот, необычно. И, ну, он уже, уже почти мертвый, там у него все есть, все, в животе все разворочено, там, кишки валяются, ну, короче, ему осталось жить, там, последние, там, уже даже минуты от силы. Вот, значит, и он еще говорит, он еще дышит, и он говорит, пить, а, и это, говорит, как бы, братки или что-то так вот, дайте пить, пить. А этот, значит, как раз комбат был, ходили они по этому полю, вот, после уже этого всего ужаса, этого обстрела и войны этой. Вот, значит, и, а этот комбат, говорит, ему, так, грубо, там, бросил, значит, какой же ты, браток, ты сейчас моих убивал, солдат, вот, сколько хлопцев полюбон наших здесь, сейчас, какой ты, браток, и он сказал такую фразу, говорит, а смотрит в небо, говорит, значит, и глаза, как небо-небо, прямо-то голубые-голубые, и говорит, как он сказал, простите, я не знал, как, что-то, что-то такое, что-то такое сказал, ну, и, конечно, комбат сделал, там, последнюю жалость, оказал ему, просто пристрелил его, чтобы он уже, точно, он уже все, уже, ну, истекал кровь и умирал. Вот, чтобы помочь им быстрее умереть просто. Вот, и сколько людей гибнет с обоих сторон, это ужасно. Даже официальная статистика с обоих сторон явно заниженная, но говорит об ужасных потерях. Но самое главное, самое страшное, конечно, еще впереди. Самое страшное еще впереди. Но я знаю, что Бог сохранит народ свой, сохраняет народ свой и сохранит народ свой. И даже в моменты ужасов самых, я вспоминал, слушая рассказы этих капелланов, ребят наших, я слушал их, вспоминал о чуде, которое однажды произошло еще тогда, сто лет назад, больше там уже, когда воевали, была еще франко-прусская война, потом Первая мировая война. Вот, и свидетельства были, что были окопные братания. Я не знал точную дату, когда это происходило все. Но потом, я понял, когда это же было на Рождество, на Западе это было в конце декабря, 25 декабря, получается, это было вот в конце декабря событие. Братания враждующих армии произошло, как знамение свыше, что Бог действительно силен примирить народы, примирить людей. И не слышали об этом, не читали? Случай такой был, когда война уже шла в полном разгаре. С одной стороны были окопы с французскими этими солдатами, с другой стороны были окопы с немцами, там, автрицами. И война уже шла уже давно. С обоих сторон много уже потеряли людей. И, представляете, а дело было под Рождество, под сочельник рождественский. И, ну, старшие офицеры там у себя где-то, и с одной, и с другой стороны, к празднику готовились, там, значит, там, отмечания как-то. Вот, а младшие офицеры и вот солдаты были в окопах, как говорится, в шейках, или вот с обоих сторон ждали новых приказов командования, командований своих. И, представляете, один из солдат, он запел, значит, ну, рождественские гимны, которые, ну, все знали. Другие там, эти австрийцы, немцы, ну, поддержали. И, представьте, часами пели, значит, многокилометровые окопы, и звучала хвала родившемуся ради нашего спасения Господу Иисусу Христу. Ну, французы слушали, слушали, и давай тоже петь. Они эти песни тоже с самого детства знали, просто на своем французском уже. Мурлыча там, для мурту жур банджур, как говорится, да? Мадам Мессиуча, Симан Спаси Жур. Вот, но они, значит, тоже пели на своем французском. И пели те, и пели эти, и спелись, спелись. Конечно, первым было очень страшно выйти из окопов без оружия навстречу. Без оружия вышли навстречу друг другу людям. Австрийцы, немцы и французы. И началось совместное пение Христу. Вот, закалядовали, представляете? Поют рождественские гимны, рождественские песни. Вот, братаются, обнимаются, целуются. Вот, дьявол там, наверное, рвал волосы на голове в аду. Просто, значит, он там всем нагоняет, а всем бессонно. Это что такое вообще-то? Такая пирушка, такая вечеринка расстроилась. Представляете, значит, там, значит, там, вот, ад ждет пополнения, значит, такого, значит. А здесь дьявол, праздник испорчен. И кем? Иисусом Христом. Спасителем. Потому что, действительно, вот, это было чудо. Чудо. Нас возили, нам на то место показывали. Вот, там даже мемориал такой, ну, стоит памятник. Вот, значит, к сожалению, расстреляли там многих потом немцев, немецких. Солдат расстреляли, французы, французских многих расстреляли, которые братались. Зачинщины были и которые потом отказывались, значит, вот, как бы, значит, отрекаться от этого братания, как бы. Вот. И их, и те, и другие объявили предателями. Но прошло время, столетия, и теперь это герои Европы, значит, которые заговорили о мире во время самой ужасной войны, мировой. И, знаете, я знаю, что, действительно, и вы знаете, что Христос – это мир. Это Христос – это, действительно, тот, кто принес мир на эту землю. Когда Он родился, то ангелы пели. Ангелы проставляли Бога и говорили «мир на земле». «К людям благоволения». А как там поется в этой рождественской песне? Слава Богу, да? Слава Богу, и мир всим на земле. Слава Богу, и мир всим на земле. И, действительно, вот этот гимн, он звучал, это как хвала Господу. И благая весть, первая в Евангелии прозвучала из уст этих ангелов. Слава Богу. Вот, и уже в Новом Завете написано, послание, вот только что прочтенном, что Бог во Христе примирил с Собою весь этот мир. Просто многие этого не знают. Большинство так или иначе людей, да, этого не знают. Но примирение уже есть. И в этом есть исцеление. Братья, помогите, наверное, тогда, да, вот. Да, наверное, помогите, братья, да. Надо будет взять причастие и, наверное, сюда, прямо на сцену вынесите. И помолимся сейчас, да, помолимся. Спасибо. Примиряться будем. Да, действительно. И причищем. И это есть наше примирение с Ним, с Богом. И когда оно происходит, чудо не заставляет себя ждать. Чудо происходит. Человек, а вот лицом так люди повернулись, да, просто, чтобы все участвовали в этой молитве. Знаете, причастие тела крови Иисуса, это мир с Богом, это исцеление, потому что Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И ранами Его мы исцелены полностью, на все сто процентов. Апостол Павел даже говорил, что вот в церкви, в Каринске, допустим, была проблема, что там многие болели, умирали немало, потому что не размышляли, не рассуждали о теле крови Иисуса Христа. Или, ну, получается, размышляли, но не совсем правильно размышляли, не совсем благочестиво размышляли. А как благочестиво, правильно размышлять о теле крови Иисуса Христа? Правильное размышление в том, что Иисус Христос полностью взял на себя болезни мои, немощи мои, грехи мои. Я прощен. И не на 99 процентов, на 9 десятых, на все 100 процентов прощен. Полностью прощен. И я исцелен. И не просто на 99 десятых, нет, нет, на все 100 процентов. И хотя мысли могут быть, а подлинно ли Бог сказал? Ничего нового под солнцем. Как нашу пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-маму. Дьяволос Кушал, вот так же и сегодня нас. Знаете ли, а подлинно ли Бог сказал? Я говорю, подлинно, истинно Бог сказал. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Кровью Иисуса Христа я прощен. На все 100 процентов. Я знаю, я принят Богом. Он примирился со мной. И я примирился с Ним через кровь Иисуса Христа. Это вот действительно единственное благочестивое рассуждение, размышление о таинстве этом святому. И сегодня, да, молитва за исцеление. Сегодня молитва благословения. Это прекрасно. Но самая великая молитва за наше исцеление совершилась уже. Девять тысяч лет назад. И действие само, оно совершилось. И он даже и воскликнул это на кресте. Иисус, он сказал, совершилось. Совершилось искупление наше. Совершилось наше спасение. И пусть действительно вся тварь, все творение ожидают откровения. Боже, благослови нас, Боже. Это откровение, пусть оно в нас, пребывает в нас, будет. Это откровение Твое. Действительно Твое откровение. О спасении через веру в Иисуса Христа. О примирении с Тобой. О том, что действительно Ты примирил с Собою весь мир. О том, что действительно Ты чудесным образом совершил это на Долговском кресте. Две тысячи лет назад. Боже, исцеление, благословение все Твое. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя за таинство тела и крови Твоих. За таинство Евхаристии, таинство причастия. Благословен Ты, Царь наш. Царь всей Вселенной. Возлюбивший мир и отдавший жизнь свою за нас. Как с земли, не дашь и всего остального. Это сто процентов. Это точно. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. В причастии, друзья, самое главное, именно вот эта вера. Вера в Иисуса Христа, в Спасителя. Я так понимаю, что люди спасенные. Люди уже собрались возрожденные, спасенные. Вот давайте скажем сейчас такие слова Богу все вместе. Встанем сейчас и скажем Богу такие слова. Господь Святой, Бог Небесный, благодарю Тебя за жизнь вечную. Твой дар во Христе Иисусе, Господе нашему. И ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Которым я спасен, которым исцелен, которым благооставлен. И никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Благодарю Тебя, Господь, за тело и кровь Твою, за жизнь Твою. Я и Отец одно. Во Христе Иисусе, Господи мой. Аминь. И здесь хочу вспомнить три слова, которые очень сильно меня благоставили в конце прошлого года еще. Я хочу их сказать сейчас. Три слова. От Бога. Когда мы получаем слово от Бога, рему божественную, то знаете, не знаю, это просто переворачивает душу, это все полностью с головы на ноги, в нормальное положение. Это действительно благоставляет. И ночью, это было во сне, перед пробуждением, как раз перед проснулся, я слышал три слова. И когда проснулся, я их тут же записал и поделился даже с друзьями, со всеми, кого знал, там не знал. В сетях, в социальных, на фейсбуке, публиковал тут же, значит, все. Потому что это такое для меня стало благоставение. Очень простые слова. Очень такие. Но для меня это стало не просто эбрикой, а ремой. Первое слово такое было. Каждое слово звучало вначале громкой части, а потом как эхо. Завершение такое интересное. Первое слово такое было. Я люблю тебя всегда. А потом тихо, и так вот, как эхо. Твой небесный Папа, Павлочка. А потом второе слово. Я искупил тебя. Громко. А потом тихо, и уже как бы так эхо. Твой брат Иисус Христос. А потом третье слово. Следом, после второго, с небольшой паузой. Третье слово. Я всегда с тобой. А потом тихо так, как по звукам. Божий Дух Святой. Я спал там на раскладушке. Я с ней чуть не грохнулся даже. Я проснулся в таком прям возбуждении. Это было настолько для меня воодушевлением. Перед тем были дни парения. И очень тяжелые такие духовные были дни. Но вот это слово, оно просто. И до сих пор вспоминаю, это еще в конце того года, вспоминаю и благодарю Бога всемогущего, да, за это чудо. И вот делюсь с вами, друзья, делюсь с вами этим чудом. И я люблю тебя всегда, твой небесный Папа. Папочка даже. Кто имеет души, слышит да слышит. Вот. Но даже кто и не слышит, пусть услышит. Потому что Бог наш, Он есть действительно наш любящий Отец. А Дух, когда проселяется внутри нас, Он взывает к небесам. Не просто даже Отец наш, Авим, а еще называют Авбом. Авбом, значит, Папочка, Папулька, Папенька. Татусь на украинском, еще переводится. Татусь. И Иисус Христос искупил тебя. И Он твой брат. И третье, что Он всегда с тобой, Божий Дух Святой. Спасибо, Господь. Благослови, Господь, сейчас это причастие. Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Благослови, соверши это Таинство сегодня, Господь, в нас и через нас, во имя Иисуса Христа. Соверши, Господь, хлеб все, честным телом Христа Твоего. То, что в чашеси ты, честной крови Христа Твоего, приложи это Духом Твоим, святым. По исцелению души и тела. Благослови. Аминь. Раздавайте, друзья. Тело Христово примите, источник бессмертия. Пустите. В это время нам нужно простить. Простите себя, если вы себя не прощаете. Простите ваших обидчиков. Кому-то Дух Святой отвечает, что надо покаяться. Потому что вы сделали, наоборот, то, что вы не делаете. Потому что вы говорите, или наоборот, то, что вы молчите. То, что вы мыслите, и мыслей, которая греховная мысль для него причается. И в чистоте сердца, чтобы мы могли принимать это причастие. Чтобы это было нам во благо. Вместе с Отцом Сергием, с Иисусом Христом и со всеми всеми нами. Пусть благость Господа, что будет есть хлеб этот. И пить кровь мою, говорит Иисус, тот во мне пребывает, а жизнь его пребывает в нас. И мы призываем жизнь, мы призываем Иисуса в каждую вашу калеточку. В это время, когда вы будете причащаться, кто причастился, выходите сюда, и Отец Сергия поможет вас и леем. И вы просто откроете сердце и примете, не просто от человека, но через возложение рук и помазание, ту благодать, которую вы ожидаете от Бога. Как написано, священник помажет вас и леем. И во имя Господа нашего Иисуса Христа. И исцеляться больным. И простится им множество грехов. И прославится Отец на небе, и Иисус Одесной, и Дух Святой Бездесущий. Да исполнится это слово, когда вы сейчас будете принимать, и подходить к этой молитве, то оно тяжело подходить, допустим, сюда вниз. Отец Сергий и я подойдем к нам туда. Просто поговорите с Богом, и пусть это причастие будет неочередное, а всякий раз ожидающий одновременно в силе Духа, внутри веры, в любви, в ранах страдания Христова, смерти укрестившись, дабы и воскресенья, принимать участие, принимать исцеление Духа, Души, дьявола нашего, и послал Бога. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, за тело, и твои гроши, за жизнь вечную. Иди. Слава тебе, Господь, Ночь, когда ты предан был, Он взял хлеб, Вас дав славу, Приломил и сказал, Вот это тело за вас славима, Когда едите, вспомни меня. Вот это тело за вас славима, Когда едите, вспомни меня. Так же чудо за вечерей он взял, Возгон сам поднял, Возгон сам поднял, Возгон сам поднял, Возгон сам поднял, Вот это чаша, Как и моей, Когда вы пьете, Вспомни меня. Вот это чаша, Как и моей, Когда вы пьете, Вспомни меня. Возгон сам поднял, 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 Мы вспоминаем Твою любовь, Нам свое тело и болью Бог. Мы вспоминаем Твою любовь, Мы вспоминаем Твою любовь, Мы вспоминаем Твою любовь, Нам свое тело и болью Бог. Мы вспоминаем Твою любовь, Нам свое тело и болью Бог. Мы вспоминаем Твою любовь, Мы вспоминаем Твою любовь, Нам свое тело и болью Бог. Мы вспоминаем Твою любовь, Нам свое тело и болью Бог. Мы вспоминаем Твою любовь, Вспомни меня, Вспомни меня, Вспомни меня, Мы вспоминаем Твою любовь, Нам свое тело и болью Бог. Мы вспоминаем Твою любовь, Мы вспоминаем Твою любовь, И болью Бог. Мы вспоминаем Твою любовь, Мы вспоминаем Твою любовь, Мы вспоминаем Твою любовь, Мы вспоминаем Твою любовь, Нам свое тело и болью Бог. Мы вспоминаем, мы вспоминаем, Давайте протягиваем руки на соседку. Он очень много, как в детстве, двигается. Очень проникальный человек. Черновение Господа нашел. Он нашел. И ищет просто только больших собраний. Он видит, что нам не приглашают, и там не приглашают, а просто проговаривает Эмму Богу. 14 сентября он будет служить на радио Эмму Нью в прямом эфире в 16.00. И в этот четверг тоже будет служить. Слава Богу, благослови нас, слава Богу. 6-го числа он будет служить на 13.00, да? 6-го и 13.00. 6-го и 13-го на радио Мануил, и тема его служения будет семейная. Вот, да. Библия и Бог о себе. Поэтому приглашаю вас застроить голосу на радио Мануил. И вы еще раз встретитесь с отцом Сергеем. А мы благословим его, чтобы все, что он делает, Бог восполнял. Его, и мы ему в складке подарок, Валерий Васильевич ему духовный подарок. А мы ему в складке подарок и ваше благословение, которое Бог нам преумножит. Аминь. Господи, мы благословляем отца Сергия. Во имя Иисуса Христа помазали. Ибо Уфи его уже помазал. Но обновил это помазание не от человека, но от Бога. Ибо он стоит под тобою. Ибо это апостольство от имени Господа Иисуса Христа. Пусть оно называется архиепискерство православие. Пусть оно называется пасторство. Но в тех дарах, кого ты и прислал его. Также и в ангелистах. Которого пусть сопровождают дары и знамения. Во имя Иисуса Христа и сила воскресения. Иисус и дух Божий, который воскресил Иисуса Христа. Из мертвых через его руки, которые на Баба Азе. Во имя Иисуса Христа, Господи, послужит. Придет исцеление. Ты стал больным. Исцеление мертвых. Воскрешайте данным году дара. Давайте. Да не имеет он ни в чем. Ту внешнюю, которую ты прилагаешь. Его семью, его дороги, его писания, об исключения. И пусть Божий ангел обстраняет его от всяких услуг людей. И всяких напастей не состоится, не сбудется ни одно злое слово. Потому что церковь его благословляет. А глава церкви Иисус Христос. Которому вся слава и честь. И все сказали. Аминь. Аллилуйя. Пою благословение на вас, братья и сестры. Благословляю вас священническим благословением. Да благословит тебя Господь. И сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь. Светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. Благословение на вас, братья и сестры. 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 Мессии, Бог Авраама Исаака Израиля, благослови народ свой миром, своим шаломом, и пусть Господь благодать Твою, нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. И будьте нам трижды благословенны во имя Отца, Сына и Святого Духа. Семечки, а это наши нужды большие, чтобы молились. Аллилуйя. Нет, ну это до дома, чтобы молились, чтобы молились. Все, друзья мои, после нас мы благословляем всех, кто будет после нас и да хранит вас Господь в дороге. Я думаю, надо поблагодарить Духа Святого, я скажу, поблагодарим тебя, Дух Святой, за то, что ты присутствовал на этом поплазанном человеке, на наших левитах, на братьях, на сестрах. Тебе вся слава, и пусть это будет всегда. Аминь. Бога, мы ждем вас на следующем служении. Домашняя группа будет во вторник здесь, в Киеве. Спасибо. 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 Спасибо.